Я думаю, многие видели видео, в которых испытывают дорогие ножи, разрубая ими гвозди. А можно ли с помощью дешевого ножа, далеко не из самой лучшей стали, разрубить гвоздь, если подобрать правильный угол заточки? Сегодня мы это проверим. С помощью гидравлического пресса. Это обычный кухонный дешевый нож, стоимостью 150 рублей. И несмотря на то, что на этой упаковке нарисован итальянский флаг, с Италией этот нож не имеет ничего общего, я вас уверяю. Этот нож сделан из стали 20х14. Это аналог отечественной стали 20х13. И честно говоря, у меня есть сомнения, что эта сталь вообще применима для изготовления ножей. Она очень мягкая и напильник ее строгает вообще на ура. Расчертим этот нож на 3 сектора. И каждый сектор заточим под разным углом. Первый сектор будет иметь угол заточки в 20 градусов. Ну, то есть 10 градусов на сторону. 20 градусов это очень острый угол. Обычно под таким углом точат скальпели и бритвы. В принципе, это самый маленький угол, на который можно заточить нож с помощью вот этой точилки. Второй сектор мы заточим под общим углом в 40 градусов. То есть 20 градусов на сторону. В принципе, это обычный, стандартный угол заточки для кухонного ножа. Ну, а третий сектор мы заточим под максимально возможным углом, под которым только можно заточить на этой точилке. И это угол в 90 градусов. То есть 45 градусов на сторону. Таким углом ножи не точатся. Такой угол заточки применяется для топоров и зубил. Друзья, хочу рассказать вам про якутский нож от Кузнебарк. Это знаменитый этнический нож северных народов. Ручная работа настоящего кузнеца с 20-летним опытом. Рукоять сделана из карельской березы, а клинок из легированной немецкой стали. Х50 хром молибден ванади 15. Нож не боится воды и на нем почти нереально оставить сколы и царапины, даже после суровых испытаний. Нож справляется с металлопрофилем, рубит даже гильзу, строгает древесину, удобен в разделке мяса. Есть сертификат, что нож не является холодным оружием. Кузнец дает гарантию 10 лет на свои ножи, плюс бесплатную заточку на все время гарантии. Так что однозначно рекомендую Кузнецу Барк и их ножи. У них там, кстати, много чего еще есть. Заходите к ним в Телеграм или Ватсап по ссылкам в описании. Заказывайте себе крутые ножи и передавайте теплый привет от пресса. А по промокоду КРЭЙЗИ вы получите скидку в 5%. Проверим, как будет разрезаться кусочек кожи на разных углах заточки. Да уж, угол в 90 градусов не очень подходящий для ножа. Угол в 40 градусов без проблем разрезает кусок кожи. А угол в 20 градусов разрезает кожу, как будто ее не замечает. А теперь с помощью гидравлического пресса и тензодатчика проверим, какое усилие в килограммах потребуется, чтобы разрубить 10 кусочков этой кожи. Итак, первый на очереди сектор лезвия с углом в 20 градусов. Максимальное усилие составило 30 килограмм. А теперь посмотрим, как справится с этой кожей сектор лезвия с углом заточки в 40 градусов. Максимальное усилие составило 38 килограмм, что уже ощутимо больше. Но незначительно больше. Ну и последний сектор лезвия с углом заточки в 90 градусов. А здесь уже максимальное усилие составило аж 116 килограмм. Если без использования гидравлического пресса, то чтобы разрубить 10 кусочков кожи углом лезвия с заточкой в 90 градусов, нам потребовался бы минимум молоток. А теперь посмотрим, как справится этот нож с разрубанием гвоздя толщиной в 3 миллиметра. Так же, как и при испытании с кожей, первым на очереди будет сектор лезвия с углом заточки в 20 градусов. Что и следовало ожидать, гвоздь получил лишь незначительное повреждение, чего не скажешь о ноже. Следующий на очереди сектор с углом заточки в 40 градусов. На лезвии получилась примерно такая же отметина, как и в предыдущем случае. Но гвоздь уже получил более серьезное повреждение. Ну а теперь посмотрим, как поведет себя лезвие с углом заточки в 90 градусов. Примерно такие же повреждения. Для интереса мы отдали этот нож в лабораторию для замера его твердости. И твердость его лезвия составила всего 42 единицы. Такая твердость недостаточна для ножа. Да и как я уже говорил ранее, сталь эта вряд ли применима для изготовления ножей. У нас для теста есть еще один, почти такой же нож. Его стоимость уже немного больше, 250 рублей. И сделан он из стали 40 хром 13. Вот эта сталь уже часто используется для изготовления ножей. Его твердость 52 единицы. Если постучать лезвием этого ножа по лезвию предыдущего ножа, то можно заметить, что на старом ноже остаются конкретные зазубрины. Заточим этот нож под точно такими же углами и посмотрим, как будет рубить гвозди он. Итак, первый на очереди сектор с углом заточки в 20 градусов. Гвоздь не разрубился, но вот лезвие ножа уже выкрошилось, что свидетельствует о его большей твердости. Следующий на очереди сектор лезвия с углом заточки в 40 градусов. Гвоздь по-прежнему не перерубился, а лезвие выкрошилось. Ну и теперь последняя надежда разрубить гвоздь. Сектор лезвия с углом заточки в 90 градусов. Гвоздь с легкостью разрубился, а лезвие не получило вообще никаких повреждений. А теперь для более достоверного испытания возьмем гвоздь толщиной уже 4 миллиметра. 4 миллиметровый гвоздь тоже без особенности. Режущая кромка с углом заточки в 90 градусов практически никаких повреждений не получила. Немного, лишь заметна легкая волнообразность на лезвии. И какой из этого эксперимента мы можем сделать вывод? Все-таки, если нож сделан из очень уж дерьмовой стали, на какой угол ее не затачивай, ничего хорошего с этого ножа не получится. Да, конечно, кухонным ножом вряд ли кто-то будет рубить гвозди. Но даже если просто дешевым ножом резать мясо на кухне, его надо будет точить каждый день. Если же сталь уже не очень дерьмовая, а более-менее подходящая для изготовления ножей, то при правильном угле заточки такой нож уже может справиться со многими задачами. Но вот, конечно, порезать какие-нибудь продукты с углом заточки в 90 градусов вряд ли получится. Предлагайте в комментариях, какие предметы вы хотели бы испытать на прочность с помощью гидравлического пресса. А также не забывайте подписываться на канал, кто на него еще не подписан.